Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С парнем уже больше года. Стали жить вместе почти сразу. Всё было прекрасно, но со временем у меня стало пропадать желание в интимном плане. Сейчас я вообще ничего не хочу. Он просит, я не хочу. Иногда становится противно от прикосновений в интимных местах, теплота, обнимашка, всё сохранилось. В ссорах возникают чувства ненависти к нему, не могу себя сдержать, заходить до драк, но тут с моей стороны. Хотя такого у меня не было раньше, он меня доводит словами, я прошу не говорить так, он в шутку, я же шучу. Вот, знает, что меня это бесит, триггерит, я каждый день одно и то же. Мы готовимся к сводьбе, у нас ограниченный бюджет, я понимаю, что всё, о чем я мечтал, у меня не будет, и с этим смирилась уже, потому что я с ним хотел. А он начинает, позовём соседей, ещё кого-то, значит, меня раздражает. Сначала я реагировал тоже как к шутку, но я знаю, он это специально говорит, но я не могу, когда мне каждый день это говорят, меня это накаляет из-за переживания. Он видит, что я обещусь, но продолжает это делать. Что мне делать в такой ситуации? Что делать, чтобы что? Аноним, что делать, для чего? Ну вот, для чего делать что-то? Понимаете, если вы хотите уйти от молодого человека, своего, да, расстаться с ним, например, то мы, конечно, поможем вам пережить расставание. Если вы хотите отношения гармонизировать, например, то мы поможем вам и гармонизировать отношения тоже. То есть, ну, привести их вот в какой-то такой вид, да, вот, чтобы вам было хорошо. Я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, по описанию получается, что вы переживаете довольно сильное, довольно серьезное ощущение разочарования. То есть, вы разочарованы довольно сильно, получается. Разочарованы тем, как все складывается, вот, из-за этого чувствуете себя несчастным, конечно же. И отсюда, ну, такая вот ненависть к человеку. Потому что, получается, получается, что он, как будто бы, да, ну, скажем так, ответственен за то, как вот вы себя сейчас ощущаете. Ну, говорить о том, виноват ли он, да, там, не виноват, виноват, не виноват, мы об этом не будем. Мне кажется, что это не имеет под собой причин, да, не имеет под собой основания, извините. Вот. Нет, никакого, никакого мысла об этом говорить. Вот, с моей точки зрения, вам нужно увидеть, что вы хотели с ним. Вот, как говорите, как вы говорите, да, что я не получил всего того, что хотел, да, у меня не будет вот того, что я хотел. Ну, вот, опять, связано с тем, что я хотел с ним. Вот. А вот нам надо здесь, вот, в данном случае, на мой взгляд, обязательно увидеть, ну, постараться, постараться увидеть, вот, что вы имеете в виду, говоря, что вот, я все хотел с ним. Там, там, то есть, с чего именно вы хотели, вот, а, и, соответственно, вот, в какой момент вы, как-то вот, получается, вы увидели, что, например, это невозможно, да, и решили в этом, ну, вот, в каком-то смысле, да, вы решили, получается, все равно продолжать. Для чего и как вы, вот, в целом, к этому пришли. Вот это вот, на мой взгляд, то, с чего нужно начинать, потому что ваши числа к нему идут, ну, под вопрос. Вот. Что еще? Под вопрос. Еще под вопросом то, что вы довольно быстро, как вы говорите, начали вместе жить. То есть, а, год вместе, ну, получается, час, год вместе, а, это такой, такой, я бы сказал, не очень большой срок, Вот, если мы говорим, например, про серьезные соотношения, если мы говорим, например, о том, чтобы как-то вот посмотреть, да, в сторону того, подходит ли вам человек или нет, вот, то, что вы стали сразу вместе жить, да, оно опять же говорит о неком увлечении. И вот, получается, как, вот, как, по крайней мере, это видится мне, как, как, получается, получается, что вы молодого человека идеализируете, вот, ну, вначале, вначале вы его идеализируете, представляю, что с ним у вас будет как-то вот все, ну, все, то, что вы хотели бы, да, вот, все то, что, все то, что вам нужно, а дальше получается то, что ваши ожидания разбиваются, вот, разбиваются о реальность, и эта реальность вам, вот, как-то, естественно, не нравится, она напряженяет боль, вот, но вы продолжаете, значит, в том же направлении двигаться, условно, игнорируя реальность, игнорируя то, что происходит на самом деле и пытаясь, значит, втиснуть, как бы, себя втиснуть, пытаясь, в то, куда вы не подходите, вот, вот, как будто бы так это выглядит, делаете ли вы это из страха, делаете ли вы это из каких-то еще других проявлений, так, так скажем, вот, честно говоря, я не знаю, но думаю, вот, что именно на это вам нужно обратить свое внимание и сначала разобраться с тем, как вот мне видится, разобраться с тем, чего вы с ним хотели вообще, вот, то есть, ну, вы с ним чего-то хотели, да, вы там рассчитывали на что-то, вот, вот, вы ожидали чего-то, хотели чего-то, вот, а, совершенно очевидно, что, вот, как-то хотели вы, вероятно, ну, замужество, свадьбы хотели, причем в определенном каком-то ключе, вот, в определенном виде вы это хотели, очевидно, совершенно, вот, ну, вот, нужно разобраться с тем, что для вас это означает, что для вас это значит, как вышло, да, что вы вот с этого всего хотите, причем в такой вот строгой, получается, ну, форме, вот. Я думаю, что делаю в этом. Ну, а дальше, дальше ваш способ обращаться с эмоциями, которые вы чувствуете, да, ваш способ это делать, он, ну, вот, выходит вам Богом, в смысле, ну, в смысле, в смысле того, что неудовлетворенность, она накапливается, вот, она копится, неудовлетворенность, неудовлетворенность собой, неудовлетворенность своим положением, вы вынуждены себя зажимать, вот, и чем больше вы себя зажимаете, да, тем больше, вот, у вас идет агрессия на человека, отношение к нему, потому что кажется, и, вероятно, вы имеете для этого основания, кажется, что все дело в машине, вот. Я думаю, что его поведение, его подколы, вас это связано с вашим контактом, с вашим общинам, вот, и связано с тем, что вы демонстрируете вот такую пассивную агрессию, вот, недовольство, высказываете, а, мужчине, нет, не то, чтобы вы, не то, чтобы вы не должны этого говорить, просто его, ну, поведение, вот, свидетельствует о таких вещах. Еще очень важно увидеть, что вы говорите, мы готовимся к свадьбе, да, но при тех проблемах, которые вы описываете, как бы, вот, насколько это актуально, да, то есть, на что вы рассчитываете. Такое ощущение, что, опять же, вы вас тут включили, да, впреклись, и, вот, не можете себе позволить от этого отказаться. И тоже, это, ну, вот, возникает ощущение, что вы в клетке, возникает ощущение, что вы не свободны, вот, что, кстати, ну, более чем, более чем нормально, и более чем адекватно. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно, я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь.